Привет, оперативники! Вы, как всегда, на канале Балгеймер, и в данном видеоролике мы поговорим о предстоящем альфа-тестировании War & Arms, а также вы узнаете, как же отформить предаглистрацию на него. Поэтому, если тебе интересно, усаживайся поудобнее и не забудь поставить лайк и подписаться на данный канал, чтобы быть в курсе всех самых интересных игр на Android и iOS. Ну а мы начинаем! Ну что, мои любимые хейтеры, до сих пор думаете, что War & Arms не выйдет еще в ближайшие 5 лет? Вы ошибаетесь. Ведь уже совсем скоро, а именно в ноябре этого года, с 26 по 28 число, а именно все выходные, вы сможете наконец-таки поиграть первый альфа-тест War & Arms. Только имейте в виду, что это не конечная дата тестирования, и она наверняка может перенестись на декабрь 2021, так что мы уже в скором времени спокойно до конца этого года сможем наконец-таки поиграть в War & Arms. Но, к сожалению, на данный момент у разработчиков не запланируют никаких альфа- и бета-тестов игры для пользователей обычных устройств, так как, к сожалению, инструменты тестирования для iOS, а именно TestSplight, не позволяют разработчикам расширять его глобально, в отличие от того же Android. Так что, как вы понимаете, на данный момент у RankUp Games нет лишних средств, а также времени для того, чтобы выпустить альфа-тест и на iOS-устройствах. Зато уже в следующем году нас ждет глобальный релиз War & Arms на обеих платформах, так что будем ждать и надеяться, что это в скором времени произойдет. Оформить же предрегистрацию на первое альфа-тестирование достаточно легко и просто, и давайте сейчас я расскажу, как же это сделать. И для того, чтобы принять участие в нее, вам нужно обязательно зайти на официальный сайт RankUp Games, а именно разработчиков War & Arms, и оформить предрегистрацию там. Если что, ссылочку на их сайт я оставлю в описании по данным видеороликам. Далее, через любой браузер переходите на их страничку и в поле вводите свою почту, которая используется в вашем Google аккаунте. Это нужно для того, чтобы в будущем получить какие-либо награды на старте глобального релиза War & Arms. Более того, совсем недавно появилась страничка игры в магазине приложений TapTap, где можно оформить предрегистрацию на глобальный релиз War & Arms как на iOS, так и на Android. Только большая просьба, используйте валидную почту, иначе вы в будущем не сможете получить никакие награды. И да, если вы думаете, что тестирование будет доступно только в некоторых странах, вы ошибаетесь, так как в War & Arms можно будет поиграть во всех регионах, только пинг будет в различных местах различаться, так что при желании, используйте VPN. Но что же нас ждет в предстоящем тестировании, давайте сейчас разберемся. Цель этой альфа-версии игры протестировать большинство основных механик, а также убедиться, что игра доставляет удовольствие большинству мобильных геймеров. И да, я сразу хочу заметить, что в этой первой публичной версии War & Arms будет огромное количество багов, а также проблем, так что имейте в виду и не надо писать по этому поводу гневные комментарии. Также, как вы понимаете, весь прогресс этого альфа-тестирования, за исключением внутриигровых покупок, будет сброшен, поскольку что-то будет добавлено или изменено и может повлиять на вашу учетную запись. Само же альфа-тестирование в War & Arms будет бесплатно для всех, и в нем будет доступен один игровой режим, а именно обезвреживание бомбы. Да-да, именно тот игровой режим, который мы наблюдали еще в умершей РФ2, так что я очень надеюсь, что разработчики нас не подведут. Помимо этого, нам будет доступно несколько оперативников, в том числе переделанные руки, а также большое количество различных оружий, в том числе штурмовые винтовки, SMG, дробовики и многое-многое другое. Если что, полный их список вы можете видеть сейчас на экране. Вы сможете регулировать некоторые настройки, смотреть и редактировать некоторые остановки ваших оперативников, а также смотреть статистику вашего игрового профиля. И поверьте, это только малое количество тех функций, которые будут добавлены в предстоящем альфа-тестировании, так что для вас это будет своеобразным сюрпризом. Но если вы думаете, что в этом видеоролике я перечислил очень малое количество функций, то не беспокойтесь, ведь уже в следующем бета-тестировании в War & Arms нас ждет еще больше игрового контента, так что разработчики очень надеются, что вы достойно оцените их мобильную CQB-игру. Я же хочу от себя поговорить всех тех, кто так или иначе связан с разработкой War & Arms, вы молодцы, но еще очень даже много проблем, а также дел, которые еще нужно сделать. Но уже сейчас видно, что у War & Arms есть неплохой потенциал, и я очень надеюсь, что этому поспособствует наличие четырех неназванных инвесторов, которые могут помочь в популяризации данного игрового проекта. А мне, как всегда, сегодня будет очень интересно узнать в комментариях, сможет ли в будущем War & Arms стать хорошей заменой RAV2. Если нет, то почему? Но на этом, к сожалению, у меня все. Сегодня с вами, как всегда, был аж любимый Валгеймер. Не болейте, играйте, только хорошие игры. Пока-пока, и увидимся в следующих видеороликах не только по War & Arms, но и по другим мобильным CQB-играм. До скорого!